Полицейская форма вместо школьной. В Ешкаролинской школе номер 29 такое отличие от остальных учеников выпускного гуманитарно-правового класса уже никого не удивляет. Профильный класс МВД открыли в школе год назад. Правда, об эффективности эксперимента по сотрудничеству силовиков с системой образования можно будет судить лет через 6-7, когда нынешние ученики закончат вузы. Как отмечают в полиции, реформа МВД наглядно показала, настоящих профессионалов готовить надо не в вузе, а намного раньше, со школьной скамьи. Шесть дней в неделю никаких поблажек. Во главе образовательного процесса самодисциплина. Теперь уже выпускники гуманитарно-правового класса все как один в форменной одежде. Отличие от формы сотрудников МВД разве что в отсутствии званий на погонах. Две буквы К на плечах – как детский класс, заметят внимательные. Для остальных старшая школа предстает военизированной. Не только здесь, но и на улице, по дороге домой или в школу. Внешне они уже как сотрудники органов правопорядка. Многим этот пусть и школьный футляр силовых структур оказался не по плечу. Первый год обучения выдержали не все. Было 26 человек, сейчас 21. Получается 5 человек, те, кто на каком-то этапе отсеялся. Ну вот здесь, что можно сказать, три человека отсеялись по причине того, что они для себя осознали точно, что они этого не хотят. Ну а два человека, конечно, это сегодня вопрос. Ну, физически не справились с программой. В 29-й школе первый выпуск гуманитарно-правового класса будет в этом учебном году. Набраны новый состав десятиклассников. Несмотря на профильный подход, общую образовательную программу изучают по утвержденным стандартам. Но при этом намного больше времени отдается профильным предметам – истории, обществознанию и физкультуре. Кстати, в выпускном классе уже два кандидата на золотую медаль. В целом успеваемость в спецклассе выше, чем в школе на гражданке. К нам в школу пришли ребята из разных школ. Выпускники и 14-й, и 4-й гимназии, знаменская школа. Ясное дело, большинство из 29-й, а так и из 28-й школы пришли. И привлекало то, что будут занятия не только в школе 29-й, но и в МВД ЦПП – Центр профильной подготовки, и в МАСИ. Но, однако, это и создавало некоторые трудности, потому что и школьные предметы нужно было знать, и там получать знания. А кроме того, многие ребята пришли из таких школ, где экзаменов текущих после каждого года не сдавали. А в МАСИ нужно было сдавать и психологию в конце 10-го класса, и криминалистику, и право. Поэтому трудностей было много. К тому же задач перед профильным классом изначально ставилось несколько – не только воспитать будущие правоохранительные кадры, но и подготовить юридически грамотных молодых людей. По итогам учебного года только 5 человек из 21-го получат целевые направления в ВУЗ МВД России. Остальные ребята убеждены – знания, приобретенные в профильном классе, они смогут применить в иных профессиях. Одноклассники Елена Мальцева и Константин Рачков решения за два года так и не изменили. Работать хотят только в МВД. В этот класс я шел сознательно, самонаправленно. В принципе, меня все поддержали в семье. Никто не был против. Отношение с самой системой МВД изменилось, потому что мы стали лучше понимать эту систему, так как находимся на самих занятиях в самом учебном центре профессиональной подготовки. Будущее, по словам руководителей школы, за профильным обучением. Рынок труда все больше нуждается в подготовленных специалистах, и уже на уровне старшей школы можно начинать переговоры с потенциальными работодателями. Кстати, в этом году набор в гуманитарно-правовой класс по линии МВД стал намного жестче. Из более чем 40 желающих взяли только 26. Сколько из них продолжат обучение и затем работу в МВД, говорить пока рано. Но уже первый опыт год работы гуманитарно-правового класса показал, чтобы в полицию пришли профессионалы, имидж МВД нужно формировать не только за счет повышения денежного довольствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова